А существенно не важно, а существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, и существенно не важно, доктор Волощук СД, СД, СД. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии. Несмотря на все невзгоды, пандемии, экономические трудности и осуждение всех наших действий, мы продолжаем сочинять, играть, снимать и радовать себя и, я надеюсь, вас своим творчеством. Вот подготовили для вас очередной выпуск рок-поэзии за номером 12. В этом номере я опять буду рассуждать о том, что меня взволновало и заинтересовало за прошедшее с предыдущего выпуска время. Конечно же, меня в первую очередь волнуют события в Белоруссии. Ведь это же одна из составных частей нашего великого русского народа – Белая Русь. Поэтому все, что происходит там, меня очень волнует, как я думаю и любого русского человека. Еще в ходе украинских Майданов я обратил внимание на основных пассионариев этих культурных мероприятий – малограмотную публику, они же детей, а также различных образованцев и неудачников. В Белоруссии наши американские, польские и прибалтийские друзья попытались пойти еще дальше. Они даже кандидатом в президенты сделали домохозяйку. Я стал размышлять, почему именно малограмотная, ничем не занятая публика является двигателями этих проектов. Казалось бы, они и высовываться не должны, осознавая свою необразованность и иждивенческий характер своего существования. И быть благодарными обществу, что дают им возможность тихонько паразитировать, ну или учиться чему-нибудь и как-нибудь. Но нет, они в первых рядах революционеров. Особенно много среди них тех, кто где-то и каким-то образом получил не образование, а диплом о высшем образовании. Подчеркну, по-настоящему образованный человек адекватно оценивает самого себя, свои знания, навыки, способности и не будет пытаться занять место, несоответствующее уровне его компетентности. Образованцы же считают, что знают и умеют все. А пломб, чванство и претензии на управление государством у них после приобретения диплома сразу становятся непомерными. Именно поэтому они там, в первых рядах, так как это единственная возможность у этих существ воспользоваться неразберихой, как социальным лифтом и рвануть наверх, сразу же во власть, где уже можно не просто паразитировать, а паразитировать с размахом, еще и поучая других достойных людей общества, что они должны делать, что говорить и о чем думать. Вот именно об этом я порассуждал в своем стихотворении, которое назвал «О майданах и социальных лифтах». Не я один заметил современный парадокс. Жизнь стала сразу и длиннее, и быстрее. Торопятся все жить, но одни пашут на износ, другие сразу же хотят стоять на мавзолее. Есть убеждения в горячих головах, особенно в мозгах непросветленных. Страной может кухарка управлять, ведь Ленин был же в этом убежденный. А если есть в наличии какой-нибудь диплом, тогда само собой ты претендуешь на управление страной, и твой опломб картины радужные для тебя уже рисует. И завышению ЧСВ способствует у нас доступность получения диплома. Незнание бумажки раздают на всех углах, плодя спесивцев в превосходстве убежденных. Только всем места не хватает наверху, кухарок много и домохозяек. Но не стоять же за станком в цеху, ведь есть диплом, и недовольство нарастает. Плодятся недовольные вокруг, сбиваются в атары диссидентов. Режим им не дает прорваться в круг миллионеров, генералов, управленцев. Подмену знаний закрепляет интернет. Здесь все расскажут и покажут даже. И убежден любой дремужий человек, как Путин он, только умней и краше. Что государством управлять достоин он, ведь стал он обладателем диплома. Но тирания не дает набрать разгон. Нет демократии, украли вероломно. Хочется сразу в дамки, на пролом. Поэтому так много на Майданах, дремучих неучей, так убежденных в том, они достойны управления государством. Каждый считает, что умнее его нет. Веден красивого диплома обладатель. Но не захочет вот такой вот диссидент к такому же хирургу лечь под скальпель. К тому же, недоучками манипулировать легко. Ни в чем не разбираясь, они верят всему. Их убеждениями делается все, даже несовместимые идеи. Есть гарантированный социальный лифт. Это упорная учеба и работа. Но вряд ли темных удовлетворит скорость его надежного подъема. Задача государства не плодить людей с наличием красивого диплома, а дать возможность тем, кто грызть готов гранит науки, а затем и на себя, и на страну работать. Быть может, я не прав, но убежден. Майданов на земле будет поменьше. Кто адекватен, знает, лишь трудом своим он будущее сможет обеспечить. В следующем стихотворении я также порассуждал об адекватности восприятия самого себя и мира, но уже с другой стороны. Я поразмышлял о том, что добиться чего-либо значительного в этой жизни невозможно без адекватной оценки самого себя, без постоянной работы над тем, чтобы быть самим собой, так как наша человеческая сущность всегда толкает нас к тому, чтобы мы завышались собственную оценку, пытались казаться лучше, умнее, сильнее, богаче. Зачастую пытались быть похожим на кого-то, а не быть собой, не понимая ценности собственной личности, собственного неповторимого взгляда на мир. Это важно в любом виде творчества, но особенно важно в искусстве, будь это музыка, поэзия, живопись, театр или балет. Людям интересен только оригинальный взгляд художника на мир, а именно его собственный взгляд, так как он неподражаем. В этом трудность понять самого себя, устранить даже малейшие признаки подражательства. Именно об этом я рассуждаю в следующем стихотворении, которое я назвал «Зачем нам быть самим собой?» Казалось бы, как просто быть собой? Но не у каждого из нас это выходит. Вы спросите, ну а на черт, на кой быть адекватно на себя похожи? Попробую порассуждать слегка на эту для кого-то несущественную тему. Вот почему-то для меня она важна, вечно решаемая мною теорема. Самое главное, без этого никак не стать счастливым в этой грешной жизни. Ведь не найдя себя, будешь одним из бедолаг, что жизнью вечно недоволен и завистлив. В искусстве быть собою поважнее ремесленных познаний и умений. Большим не станет эпигон чужих идей, даже при том, что в технике он гений. Неповторима каждая душа, неповторима, как и отпечатки пальцев. Свою естественность поэтому глуша, ты будешь копией, похожей визуально. И трудность заключается не в том, чтобы не подражать другим в искусстве, а в том, чтобы понять души своей геном и выражать лишь собственные чувства. Услышать голос собственной души в этом шумящем море чужих мыслей непросто, так как зачастую мы считаем собственными не свои, а чьи-то смыслы. И важно в бизнесе честно оценивать себя, да и другим давать реальную оценку. Иначе прогоришь как дважды два, то формазоны разведут, то конкуренты. Вы скажете, а вот артисты как тогда, ведь все актеры это лицедеи, из-за кого-то выдают себя всегда, в этом и есть профессии идея. Думаю, что не ошибусь, если скажу, великим тот становится артистом, кто различает свою суть и абажур, кто глубоко в душе своей порылся. Только такой артист становится звездой, кто не играется в звезду с лицом капризным, кто понимает, надо быть собой, осознает, кто же он есть в обычной жизни. Еще себя очень опасно выдавать не за того в местах лишения свободы. Там быстро вычисляют твою масть. Трагичным может все закончиться исходом. А уж в психиатрии это главное, друзья. Диагностировать неадекватность организма. Определять, как особь смотрит на себя, чтобы нарциссизм не спутать с кретинизмом. И к идентичности мы все равно придем. Время раскроет нашу сущность человечью. Любой гордеец, мошенник, записной герой сразу становится собой под взглядом смерти. Всех нас, без исключения, преследуют различные опасности. В виде болезней, засух, наводнений, падений метеоритов, бандитов, дефолтов, несчастных случаев и даже выигрышей в лотерею, как это ни странно. Или, как в случае с Лукашенко, народного недовольства. Можно всю жизнь переживать и беспокоиться по всяким поводам. А можно относиться спокойно, по-философски. Делать то, что тебе положено по жизни. А там будь что будет. Именно об этом мое следующее стихотворение, которое так и называется. Как стать философом? Смерть и невзгоды к нам намного ближе, чем нам наивно кажется, когда все хорошо. Они нас ждут везде. В Москве, в Париже, в Нью-Йорке, в Питере и даже в Бодайбу. Они нас ждут за праздничным застольем, в ходе убогой пьянки за углом, за виски, джинном, пивом, за паленкой, за фуа-гра, за пловом, за борщом. И они с нами рядом на сиденье и в Жигулях, и в Ламборгини, и в Пежо, и в Мерседесе, и в Порше, и в Ситроене, и в Запорожце. Им удобно, хорошо. И видят они нас в любой одежде, в норковой шубе и в шиншиловом манто, в свитере черном и в рубахе белоснежной, в ватнике, в кирзаках и в кашемировом пальто. От них не спрячешься ни в замке, ни в зимовке, ни в воздухе, ни на воде, ни на земле, ни на больничном, ни в командировке. Эти друзья найдут тебя везде. Многие думают, поможет им винтовка, ну или пушка на худой конец. Но не поможет здесь даже страховка, будь ты мудрец, хитрец или подлец. Они всегда шагают с нами в ногу и в зной, и в стужу, в солнце, и в туман. Бывает, многие считают по-другому. Ничто иное это, как самообман. Жизнь есть явление единственное в мире, в чью суть опасность просто вплетена. Кто понял это, тот философ, не эмпирик, не нервничает тот по пустякам. В следующем стихотворении я порассуждаю на свою излюбленную тему, о времени, о том, как быстротечно проходит наша жизнь и о том, как бы ее продлить, а еще лучше сделать бесконечной. Люди об этом думают давно, придумывают всякие эликсиры молодости, живую воду, молодильные яблоки и тому подобное. Возможно ли это вообще стать бессмертным? И если есть хоть какая-то вероятность положительного ответа на этот вопрос, то что надо делать в своей жизни, чтобы этого добиться? Стихотворение я назвал «Кто придумал нам время?» «Перед казнью нам Бруно поведал давно, что секунды, минуты, столетия одинаковы, неотличимы, ничто, миг в сравнении с дремлющей вечностью. Он сказал, у Вселенной деления нет, ни на прошлое, ни предстоящее. У Вселенной есть только одно, бытие, бесконечное есть настоящее. Догадался Джордана, что вечен в своей жизни мир идеальный, мир смыслов, ну а наш бренный мир, мир страстей и вещей, исчезает во времени быстро. Кто придумал нам время, когда и зачем? Для чего это непостоянство? Чтобы мы появлялись, взрослели, затем насовсем исчезали в пространстве? Если б не было времени, было б тогда все прекрасно и очень толково. Спешить некуда. Юность и вечность всегда с тобой рядом, всегда под рукой. А со временем некогда лясы точить. Все успеть надо до подземелья. Перепробовать надо все блага земли, все познать варианты похмелья. Надо драться за самок, за власть, за еду, за удобное место под солнцем. Думать некогда, жизнь тратить на ерунду, на идеи и на беспокойство, что не станешь никем, проживешь просто так, не сумев воплотиться в призвании, как какой-нибудь мудрый и шустрый червяк, ротоанусное, тело существования. Или, может быть, время придумали нам, чтобы мы приобщились к идеям, к тем, что вечны, к тем, что живут где-то там, в бесконечных просторах Вселенной. Чтобы успели хоть что-то создать за всю жизнь, воплотить в чем-то наши идеи, чтобы наши идеи попали в регистр, в тот, где смыслы живут не старее. И тем самым продлили бы и нашу жизнь, прихватив часть души нашей в вечность. Может, в этом создателя главная мысль, что нас временем очеловечил. Чтобы вырвались мы из капкана вещей, из животного сперматоцарства, осознали себя, осознали, что есть вечный мир, можно стать его частью. В том и трудность, что все совместить надо нам и попробовать блага земные и идеи успеть воплотить, чтобы там, во Вселенной, мы стали своими. И в сегодняшнем заключительном стихотворении я хочу уважить своих многочисленных критиков и советчиков, которые проявляют искреннее неравнодушие к моему творчеству и переживают за мою дальнейшую судьбу. Хочу немного рассказать им о себе, о моих жизненных принципах и установках, чтобы они не теряли время на свои доброжелательные советы. Я в любом случае благодарен им всем, так как без их критики в моей жизни было бы намного меньше веселых минут, когда я читаю их комментарии и пишу на них ответы. И не появилось бы несколько замечательных песен и стихотворений, как, например, вот эта, которую я назвал «Что нам пойдет в зачет?» «Мне говорят, что у меня отсутствует талант. Мне говорят, кому нужны твои стихи и рок-н-роллы? Какой же нахрен из тебя рок-музыкант? Да и поэт точно такой ты, несерьезный. И говорят, не можешь ты не понимать, если способен сочинять ты анекдоты. Не дан тебе природою талант, остав свои ты эти натюрморты. Горько мне слушать эти страшные слова. Может, действительно я недопонимаю, что все, что делаю я, просто чепуха, как граффити на сельском на сарае. Но 40 лет я поработал на других, на комсомол, на партию, на государство. Тогда никто не осуждал серьезных дел моих. Был правильным я, из толпы не выделялся. Служил и строил и стал доктором наук, книги писал, готовил аспирантов, налогов сотни миллионов внес на круг. Теперь стать захотел рок-музыкантом. Но стоило заняться мне своим, тем, что всегда хотел я делать в этой жизни, как вызвал я насмешки, астракизм, сильные шаблоны в жизни стадных организмов. Ведь я не требую ни у кого и ничего, не заставляю ни читать себя, ни слушать. Делаю то, что мне назначено судьбой, то, к чему с детства я неравнодушен. Все, что я делал до того, в счет не идет. Все это было подготовкой к цели высшей. Лишь исполнение призвания в зачет пойдет, когда буду стоять перед Всевышним. Не перед вами, там ответ держать мне почему. я не исполнил здесь того, что поручили. Поэтому меня простите вы за музыку мою, но буду сочинять рок-н-роллы до могилы. На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно послушать мои поэтические опусы. Я тоже рад, что от выпуска к выпуску нашей рок-поэзии просмотров становится все больше. Это говорит о том, что либо я очень интересный и забавный персонаж, и меня просто интересно рассматривать. Либо в моих стихах действительно что-то есть. Надеюсь и на то, и на другое. До свидания, друзья. Я пошел дальше получать впечатление от нашей прекрасной жизни и сочинять стихи к следующему выпуску рок-поэзии. Всем пока. Субтитры Субтитры